Данила Музыка, фильмы, игры пары Мальчишка он своеобразный, человек настроения Если он настроение, он свернет тебе горы У него нет никаких, ну как вам сказать, трудностей что-либо сделать Там убрать, помыть, отнести Но если наш Данила начинает капризничать Вот это надо дать время мальчишке, чтобы он успокоился, остановился и стал в нормальное состояние своей души Какое время? Бывает даже одна минута, а бывает даже полдня В зависимости от его настроения Чехол для телефона Долго ты делал его? Нет Сколько примерно? Его можно сзади сделать за пару минут Это легко все А тебе нравится делать что-нибудь своими руками? Да А еще что ты можешь сделать, например? Шарфик Давай А ты помнишь, как мы с тобой ездили в поликлинику? Да Как ты мне еще, а я-то, щеточку подарил Щеточку? Какую щеточку? Забрала? Да Ну, электрическую Да, ты ее выбирал, по-моему, да? Да Как-то вот, я не знаю, у нас просто такое было притяжение сразу Он просил ему почитать книжки Тогда он был еще маленький Я даже не уверена, что он, может быть, это все помнит Но сейчас мне было очень трогательно Что вот он, видите, помнит, что я ему купила зубную щеточку Прошло три года, а ему это все запало А сколько телефонов я тебе напокупала за это время, ты не помнишь? 6-7 6-7, молодец Вот у него все с логикой прекрасно, я хочу сказать Вообще, Даня удивительный человек Он совершенно социализированный Как сейчас, если выражаться таким языком Если его встретить где-нибудь в метро или на улице То совершенно никто бы никогда не подумал, что этот мальчик живет в интернате Да, Даня? Его любят все Он умеет нравиться Он очень общительный Да, нехороший вкус Он любит выбирать красивые вещи А рубашка-то хорошая тоже Рубашка у меня такая две штуки А урок есть какой-нибудь любимый у тебя? Математика Самое главное Что в мире нужно Например, захотел в магазине На касте работать Тебе нужно это Сочетать Там все Ну, знать тебя, математику Ну, мальчишка по характеру своему Добрый Отзывчивый Коммуникабельный Находит общий язык Очень любит взрослого Очень любит знакомиться Даже если он лежит у нас в больнице У него потом куча звонков Он где находит этих друзей И мамочек, и деток И очень любит малышей Очень любит И он их нянчит Он их будет водить Он будет даже играть с ней в песок Несмотря на то, что кажется Вроде такой взрослый Большой Крупный Нет Ему с ними интересно В принципе, у него душа Очень хорошая Я однажды с ним вместе ходила Здесь в интернате В группу, где малыши Вот, которым полтора Два-три года Он с ними так играл нежно Он сначала так растерялся Потому что, ну, он же живет в группе Где все-таки дети одного возраста И уже подростки А там были маленькие У него сначала округлились глаза А потом он сел И они его, значит, три брата родных Они его так облепили И я смотрю, что он с ними Очень быстро нашел общий язык Потому что дети же Они все равно чувствуют это Поэтому из того, что я всегда В нем вижу Он очень отзывчивый И добрый Диск Вот это тоже смотрю Темные рыцы Я просто все подряд смотрю Вот это тоже смотрю Мартышка в космосе У меня еще это еще Если она здесь Там не снимать на виху Там и вида Сухарик Вот Елочка Конфетку слопаю Моя конфетка Ты сам повесил? Да Купил В Ашане Скажи своим самым любимым Какому-нибудь занятию В ноутбуке сидеть Музыку слушать Потом вязать Рисовать редко Всяких животных Еще что-нибудь Ну так меня учат Некоторые Рисовать Есть еще по шитью Вязание Плетение Все такое у нас есть Потом столярное дело есть Он очень хозяйственный Он такой домовитый Он вообще Вот те три мальчика Вот которых я как-то больше всего Опекала И так сложилось с ними неформально Они не похожи на детдомовских детей В общепринятом понимании этого слова Даня очень красивый У него хороший вкус Я не знаю откуда это На генетическом ли уровне Или как Он может выбрать вещь Если с ним идешь Ту, которую вот прям Лучшая из того, что есть Медик Так Кипячим чайник Кружечку Заварочку Что-то здесь темновато Надо включить светик Семецветик Хватит кипятиться Нальем чай Заварочку Выбрасываем Он в принципе Сам по себе От природы Не самовлюбленный Не эгоистичный Это скорее какие-то защитные реакции И он не знает, как реагировать Поэтому у него такое бывает поведение вспыльчивое Но вообще вот Из всех детей, которых я знаю в этих двух группах Даня по внешним признакам Был самый ласковый мальчик И очень нуждающийся Вот именно, знаете Не все дети детдомовские Даже не имея родителей Вот ему важно обняться Ему важно, чтобы его обняли Чтобы ему что-то сказали Что он там, не знаю Хороший, красивый Добрый То есть вот он нуждается в этом Кипяточек Ой Да, вкусно Слишком горячо Горячая кружка Он общается со всеми Но чтобы какой-то конкретный друг Именно среди сверстников нет Ему интереснее найти друга взрослого И он со взрослым быстрее идет на контакт И не важно, это мужчина, женщина ли То есть ему как-то вот он ближе тянется ко взрослым Ему надо пожалеть Его надо обнять Вот ему как будто этого не хватает Вот до сих пор Вот он маленьким себя ощущает И ему это нравится Что он маленький Он непосредственный И он маленький ребенок Что-то хотела покушать еще, Мядика Пойду возьму Он одиночка Он со взрослыми хорошо находит общий язык Он хорошо ладит с женщинами Но он такой вот угодник Я бы сказала, дамский То есть, например, маме Он вот будет помощник Вот игрушечка Вот И вот игрушечка Я их купил И повесил их на елку Ой, упала Ничего страшного А расскажи, вы елку все вместе украшали? Нет А кто? Я и воспитатель Ты сам всю елку украшил? Да И собрал В том году тоже то же самое было Ты любишь собирать елку? Да Занимаюсь Дополнительные эти есть Еще Десять килограмм Я занимаюсь, чтобы себя защищать Я хочу научиться на машине кататься Управлять машинкой А с кем ты вообще сейчас общаешься? Вот ты с кем-нибудь общаешься? Из группы, только с Максимом По характеру он хороший Любит помогать Он может помочь поварам сумки Таскать с продуктами Готовить Убираться на кухне Он с удовольствием, в принципе, выполняет разные поручения Это тоже вот хорошая в нем черта И почему я говорю, что когда вот ему было лет 12-13 Мне воспитательница еще в прежнем старом корпусе Говорила, что вот он там Они получают какие-то хостовары на группу Мыло, полотенце Она на Даню очень всегда рассчитывала Он все раскладывал, приносил А ты думал, когда ты вырастешь, кем бы ты хотел стать? Еще не знаю Интересно тебе, что она думает? Ремонтик, который закручивать там что-то Собирать и разбирать мебель Я с ним дружу, и он со мной дружит Помогает он мне тоже Если я опоздаю На ужин там Или еще куда-то Убираться там Комнату вымыть А потом я за него там уберусь Посуду там вымою Мы иногда с Данилой смотрим фильмы Играем в компьютер Музыку слушаем А ты хороший друг сам Я знаю Он не жестокий В нем нет ожесточения При всем при том, что у него сложность со всеми отношениями Он улыбается все Ремонт еще улыбчивый такой парень Это редко, кстати, сказать Может быть, это мне в нем сразу показалось Он очень похож на домашнего мальчика Данила не жадный Он делится со всеми Угощает всех Сухарики Общительный Веселый он Иногда может с ним посмеяться Рассказать чего-то ему В семье, где есть женщины или девочки И маленькие дети Мне кажется, он мог бы быть слючем Мог бы быть помощником Ну, при должном, конечно, терпении И привыкании Но на него можно положиться Он всегда берет у меня сумки Вот я когда приезжаю Это не все дети Дети налетают вот Ну, потому что они ждут подарков А Данька берет сумки Потому что он понимает, что мне тяжело Это вот точно Он всегда меня встретит Он меня всегда проводит Ну, понятно, что он ко мне привык Но ко мне многие дети привыкают Но не все меня прибегают встречать И не все меня прибегают провожать Даня это делает всегда Ты можешь вспомнить какой-нибудь день, когда тебе очень было радостно или какой-нибудь счастливый день в твоей жизни? Ну, было, когда с друзьями увиделись, когда деревья сажали на юго-западе, там еще метро, нас автобус ждал. Мы поехали сажать деревья, сертификаты есть у меня, музеи всякие ходили. Какие, например, помнишь, чего-нибудь? В музее Москвы, там рассказывали про Красную площадь. Он очень хочет семью, потому что свою семью он не помнит. И если бы нашлась такая семья, это было бы как спасительный круг для этого мальчика. Ему бы было там уютнее, теплее, он бы был более раскрепощен. Конечно, при должном внимании, если с ним встречаться и ходить, разговаривать и общаться, и ты находишь с ним контакт, он это чувствует, он перестраивается. Но как все дети, которые всю жизнь в детской системе, конечно, это находит в нем отражение. Но у него есть, мне кажется, все шансы быть в семье, в приемной. Он может быть очень заботливым и внимательным ребенком, помощником, родителем. А можно меня потом с ним сфотографировать в этом пиджаке? Или я такого красивого тебя никогда не видела в пиджаке? В галстуке видела, в пиджаке нет. У тебя есть мечта какая-нибудь, да? Хочешь ты чего-нибудь сильно-сильно, больше всего на свете? У меня есть мечта. Я хотел, чтобы меня семью забрали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...